То есть прямо сейчас идите заливать. Поехали. ...светил на хейт аудитории, что он их бросил. Нюша оправдала измену мужа, что не понравилось зрителям в интервью. Димас, Аня и Щук показали свое новое гнездышко. Ивлеева готовится к открытию бара, а Леди Гагу подозревает в беременности. Подозревают в беременности. Всем привет, это канал... Это канал... Удобнее. Это кто был сейчас? И тогда все будет топчик. Бери свою любимую. Это кто сейчас был? Это кто такой, блядь? И это канал Огблогер. И сейчас ты узнаешь самые свежие новости. Это кто, блядь? Че за этот? Как его, блядь? Как там в чате Брайнмапса, блядь, звали? Сейчас забываем, блядь. Че-то Бобрик, Бобрик. Че за Бобрик, я щас не понял, блядь. Че за Бобрик, блядь? Я не понял. А блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда все будет топчик. О блогерах и трендах он там сидит, блядь. Бобрик, блядь. И присаживайся. Удобнее. И па... Еще один Бобрик, блядь. Да че с вами? Вы че здесь делаете, пацаны, среди детей, блядь? Бобрики, блядь. Погнали! Все, все, записано. Дубль, дубль был. Записано. Знаешь, куда я тебе запишу? В один список, блядь. Бобриков, нахуй. Своей семьи поделились Димас и Аня. Чтоб полиция проверку потом делала, блядь. Бук. Много чего они не показывают на широкую букву. Да ты заебал с этим Димасом и Кищук вот это. Да, блядь. Чувак, мы тебя смотрим уже год второй. И вот кроме тебя я нигде... Я клянусь, блядь, клянусь. Я ни разу в инфополе нигде не от знакомых. Нигде это в разговоре. Ни в интернете, ни в тиктоке. Ни разу не слышал. А эти Кищук и Димас, блядь. Блок, нахуй. Чувак, ты заебал. О них рассказывает всем похуй, кто это. Чем они занимаются. Чем известны, блядь. Да всем похуй, кто это, блядь. Собственный дом. Если кто не знал сейчас, они свой арендуют. Но еще год назад задумались над вложением во что-то большее. Долго откладывали из-за желания развивать другие направления. Но в какой-то момент Димас понял, что для жены это важно. И в какой-то момент я не понимал серьезность. И все время искал отговорки. Давай отложим, давай вложимся в бизнес. Какой бизнес, блядь. Инфобизнес, нахуй. И постоянно... Ну знаете, вот этот бизнес. Давай вложимся в бизнес. Что-то было. В этот момент я понял, что... Милки Мейкеру акт на ютубе снесли. За что? Это важно. Я не понимал, что это для семьи важно. Уже год мы это имеем. А за что ему снесли, блядь? За прогон его инфо-цыганский. И не могли никак показать. Да, прическа такая крутая, прикольная. Я прям представляю, как он делает. Треугольник ебаный. Прикольно. Не, реально прикольно сделал. Но сейчас уже такая стадия, когда, скорее всего, мы будем показывать. И в любом случае вы об этом узнаете, никак такое не скрыть. Вот так выглядит итоговый вариант внешнего вида их будущего гнездышка. Внутри пока бетонные стены предстоит многомесячная рутина с ремонтом. Пылесосом делал. Я, да и многие другие только не совсем поняли момент с представлением этого инфоповода, что они якобы год скрывали. Ведь в сентябре 2023-го сами выкладывали фотки из бетонной коробки. Да, чувак, да похуй. Забей хуй эти... ...процесс передачи первоплатежа застройщику. А в один из баттлов Аня вовсе раскрыла, что обошелся им дом в 60 миллионов рублей. Конечно, потихоньку мы вместе с Димой зарабатываем и какую-то часть отдаем на дом. А какую-то часть мы берем... Какие нахуй 60 миллионов рублей, объясни. Какие нахуй 60 миллионов рублей у людей, о которых я вообще не слышал, блядь. В ипотеку, как обычные люди. Пиздит, блядь, как обычные люди есть, блядь. Она такая... О боже, мы такие же крестьяне, блядь. Правда. Настя Ивлеева тем временем вошла в прежний ритм жизни и готова представить первый продукт с приставкой «Бай» и ее именем. В марте в Москве открылся бар «Нудлз», который принадлежит наполовину ей и еще одному партнеру. Официальный же от... Бабки отмывать. ...готовится только на 7 и 8 июня, туда даже продают билеты... ...бары вообще практически не окупать, если ажиотаж там страшный не будет. ...по 2000 рублей. Состояться мероприятие должно было давно, но из-за паузы в карьеры Насте все откладывалось. Ну, мое мнение. Бах, нахуй. Это мое мнение, бабки отмывать. Надеюсь, что эти вечеринки не будут хайповыми и не повторят... Да, надеюсь, в ту дверь зайдет данный транс. ...клуба Мутобор. Большое интервью вышло с певицей Нюшей, основной линией которого стало обсуждение ее развода с мужем. В сети гуляло огромное количество слухов, часть из которых она подтвердила... Бля, на Зубарев похож. Ха-ха-ха, у нее мужик как Зубарев, реально. Раскол в их брак действительно ввела измена со стороны Игоря, с которой... Бля, да, прикольно. ...пытались вместе жить дальше. Артистка даже из-за желания сохранить семью согласилась на свободное... Это Крош? Вот так он выглядит, бля, сука. Немножко хватку теряю, ребят, давно не стримил, сука, надо было сразу... Вот как только он говорит, Нюша со своим мужем, я такой, Крош? Ну, типа, все. И вы такие, ха-ха-ха, я просто немножко затупил, блядь. Только сейчас придумал. ...то есть официально разрешила изменять ему дальше. Но спустя время... ...свободное отношение, то есть официально разрешила изменять ему дальше. Так, дальше. Но спустя время все же поняла, что так жить нельзя и попросила... А у них еще ребенок, так, неплохо. ...развод. Ну, это значит, он, значит, не Бараш, блядь, это она Бараш, короче, чем хотел сказать, а он Нюша, блядь. Сатором была я. Потому что мы вместе дальше не... Да, да, Бараш, значит, в этой ситуации точно она, блядь. Я вспомнил, Крош, он же с Нюши не мутил, Бараш мутил. Получается, это она Бараш, что-то немножко, блядь. Друг друга мы как бы не отпускаем. Бывает так, что люди одновременно это понимают. Ну, там, в нашей ситуации, наверное, я почувствовала это, признала это чуть раньше. Пиковым же моментом возмущения... У них ребенка Симба зовут. Симба? ...стали рассуждения Нюши на тему сущностей изменений. У них там вообще персонажи, да, Нюша, Симба, Бараш, блядь. Ее муж как-то записывал подкаст с психологом, где они пришли к мнению, что измены не существуют. И каждый... ...надлежит только себе. Типичный психолог. Она это мнение на удивление поддержала, из-за чего многие решили, что ей неплохо так промыли мозги. С ним они обсуждали тему измен. И там промелькнула такая мысль, что измен, как таковых, не существует. Потому что никто никому не принадлежит. Я согласна тоже с данной формулировкой, потому что измена, по сути, только самому себе. Важно не впадать в состояние жертвы, да, а задаться вопросом, почему. Ну да, ей так, ну, мощно в голову насрали, вот сто процентов, прям чувствуется. Зашла такая ситуация, что я могу... Баран Мапс, да, баран Мапс, блядь. Себе? Ну и что-то да, в голову насрали точно, блядь. Точно-точно насрали. Вне зависимости от того, как и с кем это произошло. Понятно, поехали. Темирно известную певицу и с недавнего времени актрису Леди Гагу заподозрили в беременности. По сети разлетелись фотографии со свадьбы ее сестры, где она появилась в обтягивающем платье, где прекрасно видно округлившийся живот. Журналисты еще рассмотрели на ее руке что-то похожее на помолвочное кольцо. Личную жизнь она всегда старалась сильно не... Бля, как они догадались, блядь. Пиздец, вот эти фотки я посмотрел, вообще не очевидно, да? Как они заподозрили это мою, я бы не догадался, блядь. Ширваясь, поэтому такая вероятность была. Но мисс Гага на следующий день... Или пельмешек бахнула, да. Я вот такой же, когда пельмешек поем. ...станые сухи опровергла. Не беременна, мне очень плохо, я плачу в спортзале. В России... А я вот не помню, я вроде его хвалил, но... Вы знаете, фильмы, хорошие фильмы, они проверяются годами. Я вроде бы хвалил, я не помню точно. Вроде да, я сказал, что лучше среднего, по-моему, что-то такая хуйня, но я нихуя не помню. Вообще ни кадра, ничего не помню, блядь. Нихуя оттуда, значит, ну... Просто временем хвалил, да, но, блядь... Я нихуя оттуда не помню, блядь. Это вообще бездельно. ...ку мотивам мультфильма. Уже год как Чебурашка живет у Гены. Вот если, да, по-российски фильмы говорить, я вот у Быкова почти все фильмы помню. Вот реально Завод, Майор, Сторож даже я помню. Что там еще? Да-да, Горько даже помню, да, сюжет. Ну, короче, много из российских... Вызов, кстати, я смотрел. Вот, который Бэткомедия на обзор сделал, я его помню точно. Ну, потому что интересно было. Вот, а, блядь, Чебурашка... Чатик взрослеет. Грома я помню, да-да-да. Ну, Балабану, естественно, я там сколько раз смотрел-то их, блядь. Случаются разногласия. Чебурашка, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганность. А чего на Майора Грома меня не позвали, блядь? Почему Братишкина позвали, меня нет, блядь? Я чё, чем-то хуже, блядь, или чё? Я тоже хочу в начале фильма Майора Грома чё-то там, ну, пиздануть чё-то, и что все такие, да ну нахуй, это что-то придурок, блядь. Гена пытается его воспитывать. Да, это было печально, конечно. Всё становится только хуже, когда они узнают, что... Смотрел Груз-200? Конечно, несколько раз. ...хотят снести ради строительства парка развлечений. Смогут ли друзья научиться присушиваться друг к другу и спасти свой домашний очаг от разрушений? Это кто, блядь? Вот это, ты расскажи, это кто такие, блядь? Процесс съёмки и монтажа займёт... А, всё, понял. Я же думал, ты про других кого-то рассказываешь. ...времени. Премьера назначена только через полтора... Майор Гром и лейтенант Кашин, да, неплохо. Ну, хотя бы на главную роль бы меня взяли, хотя бы, блядь. Джарахов снялся. Ой, он, наверное, просился, ребят. ...1 января... Вот я уверен, что братишки на всех остальных позвали, а Джарахов сам, наверное, попросился, потому что он такой, ну, подлизы, короче. В интернете с каждым годом становится всё больше рекламы, от которой часто не избавляют даже платные подписки. Особенно новые форматы любят внедрять запрещенный на территории РФ Инстаграм. Там не только придумали, но уже начали тестировать рекламу, которую нельзя будет пропустить. То есть вам в ленте периодически вылетает объявление секунд на 15-20, и только после их просмотра можно будет листать дальше. Здорово. Пока не ясно, выкатят ли подобную обнову на всех. Если реакция окажется крайней... И никто с этого, кроме самого Инстаграма, зарабатывать не будет. Вот это прикольная тема. В ТикТоке везде, ну, там, в Америке, по-моему, в котором пытаются ТикТок запретить, блядь, жёстко, нахуй. Значит, у них монетизация есть, блядь. У кого там... Чё там ещё монетизация есть, у кого? У Телеграма, блядь. У Телеграма в пабликах монетизация есть, у нас нет. Ну, это вообще пиздац тем, чё. Им придётся от такого отказаться. В Китае же за последние дни заблокировали сразу несколько... Кто рилсы смотрит? Ну, кому 40, наверное, смотрим. А, нет, кто 40 шортсы смотрит. Рилсы, значит, это миллениалы смотрят. ...по требованию правительства. Чё, 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 тиш, тиш, тиш. ...заблокировали сразу несколько местных популярных блогеров по требованию правительства. У них есть парочку основных сетей... Где? В ТикТоке? ...то им придётся от такого отказаться. В Китае же за последние дни заблокировали сразу несколько местных популярных блогеров по требованию правительства. У них есть парочку основных сетей по типу WeChat, DoWin и Weibo, которые регулируются правоохранительными органами, поэтому сделать это нетрудно. Под жесткие ограничения попали Ван Хун Сюан Цин, Систер Абалон и Мистер Бо. Знаю, что имена вам ничего не говорят, но всех их объединяет то, что в интернете они строили свой контент на демонстрации богатства. А, реально за богатство? Бля, там реально социализм что ли? Я просто, бля, нихуя себе, бля. Кичились крутые... Там реально социализм, блядь? Я думал это прикол, блядь. Мотками показывали дорогие виллы, яхты, машины. Да у них в Гонконге прогуляйся... Гонконг же называется? Да, в Гонконге погуляй, блядь. Ну хотя я понимаю, я примерно понимаю, да, как там все работает и высказывать ничего по этому поводу не буду, знаю, что за это забанят. Я примерно понимаю, как это работает. Ну чтоб вот так, блядь, типа, ебать. И прочие атрибуты роскоши. Это в китайских регуляторах посчитали нарушением правил самодисциплины, которая пагубно влияет на психику детей и подростков. Поэтому теперь всем блогерам в Китае придется быть максимально скромными. Да нихуя себе, блядь. С днем рождения, сегодня можно поздравить Влада А4, который мы исполнили... Ты уже второй раз нам эту хуйню рассказываешь, друг, блядь. ...28 лет. Будет ли он как-то масштабно отмечать, пока неизвестно. Ведь забот у него сейчас, особенно после рождения дочки, и так хватает. Вчера, например, пришлось оправдываться перед аудиторией из-за резко сменившейся... 60 миллионов подписчиков? Бля, у него 54 миллиона подписчиков, чё за хуйня, блядь. У него, блядь, у него 54 миллиона подписчиков. Я отвечаю прямо сейчас, смотрю, блядь. Угу, прикольно, блядь. Незэ РВВ, спасибо еще за 20 подписок. Спасибо тебе большое. В комментариях под каждым роликом сейчас буря хейта. В альбоме с превью 70% это мемы, даже не мемные превью. Удаляй всё. Всё, что не превью, удаляй. ...что видео стали выходить реже, а также их основа сделана с упором на англоязычную аудиторию. Даже основная дорожка заливается именно с английским. Бумаге было неприятно читать оскорбления в свой адрес, поэтому он высказался большим постом в телеграм-канале. Дал чётко понять, что пока он выпускает контент, русскоязычная озвучка никуда не денется. Да пиздит. Озвучка. ...нужен был, чтобы обрести конкуренцию на мировом рынке Ютуба, который в СНГ у него давно нет. Да чё, блядь, сказать, да чуваки, да хочу я, это самое, на весь мир популярным стать. Вы за меня порадуетесь только и всё. Чё, проблема? Реально, блядь. ...справедливость, что его коллеги из других стран с меньшими просмотрами зарабатывают в 10-20 раз больше... Во-во-во, то же самое, да, ебать, зарабатывают в 20 раз больше, чем у меня. Бро, ну это хуйня какая-то. Ты ради денег это... Ну хотя, да, ради денег. Ладно, чё тут спорить. У чувака самолёт, если что, частый. Реально, есть свой самолёт, блядь, отвечаю. У него свой ёбаный джет. И он сидит, жалуется, что кто-то зарабатывает больше, чем он, блядь. Ну придурок нет, блядь. Вот придурок нет, блядь. ...имеет преимущество, могут больше вкладываться в конкурс... Реально зажрался, вот реально, я вот... Не хочу такими словами бросаться, но реально зажрался, блядь. У него, я сейчас говорю, 54 миллиона, почти 55 миллионов подписчиков. У чувака собственный самолёт, блядь. 50 ламборгини, мини-пини-пини, чё только нет, блядь. И говорит, блядь, ну кто-то же больше меня зарабатывает. Псих ёбаный. Голову полечить, я серьёзно говорю. Отложи с ламбы чё-нибудь, тысяч, сто долларов и полечи свою голову, ёбаный. Ты же, ну это же реально шиза, блядь. Влад попросил отнестись к таким изменениям на канале с пониманием и больше поддерживать. Ему самому тяжело всё это выводить, но в то же время... А вы говорите, я шушера, это прям... Ну, блядь, как мне вот склонить шушеру, чтобы понять, ну вот... Стоять на месте и развиваться дальше. Ну это король шушера, блядь, чё я могу сказать. Кто сейчас пользуется модом для доступа к тиктоку в России, появилась новая версия, которую я залил для вас к себе в телеграм-канал. Инструкция по установке по-прежнему доступна в закреплённом сообщении. А если взломают, бро? А если через эту версию взломают человека, вот чё ты будешь... Если не видите его, то найдите через поиск в канале вот этот пост. Там есть пошаговая инструкция со всеми подробностями, ссылочку внизу на новую версию мода обновил. Переходите, скачивайте... Спасибо тебе большое, бро. И наслаждайтесь свежими рекомендациями. Ладно, понятно, ебать того, урод, блядь. Я, говорит, ну я же мало зарабатываю. Псих, блядь, реально псих, сука. Ну чё, Бразилия, блин, больше, чем я в 20 раз зарабатывает. Незе, Эрвес, хочу кушать.